Приветствую вас, и основной вопрос, который хочется вам задать заключается в том, что вы пишете о невозможности пойти против своих родителей, а также о том, что хотите уехать молодому человеку. Так вот, почему вы не можете пойти против своих родителей? Пожалуй, это основной вопрос. Ну, понятно, родители против, потому что они считают, что, может быть, вам еще рано, может быть, вам это нанесет вред, может быть, вы будете жалеть о том, что сделали, может быть, вы ошибаетесь по их мнению, и это может быть действительно так по их мнению. Они могут, правда, в это верить, но проблема заключается в том, что вам уже 19 лет, и вы совершенно летняя, и вы сами решаете, как строить свою жизнь. Родители, они ведь хотят вам только лишь самого лучшего, родители хотят, чтобы у вас все было хорошо, и это нужно понимать. Но они могут ошибаться в силу своего возраста, в силу особенностей ее восприятия, в силу того, что не могут понимать каких-то вещей, в силу разных ценностей, в конце концов. И они за вас боятся, и потому против. Но если вы поступите по-своему, то, во-первых, вы покажите им, что вы взрослый человек, что вы сами знаете, чего вы хотите. Они все равно останутся вашими родителями, они не забудут вас, они не откажутся от вас, они просто смирятся с тем, что вы приняли решение, и будут вас только уважать. Но пока вы сомневаетесь, они будут давить на ваши сомнения, потому что так вы показываете, что не уверены в себе, а значит сегодняшний ребенок, по их мнению. Если вы переедете к мужчине в другой город, то у родителей останется только два варианта реакции. Первый вариант это такой, что они будут по-прежнему против, они будут по-прежнему общаться на вас, вероятно, станут общаться. Но со временем, когда увидят, что вы убеждены, что вас это сделало счастливым, когда они увидят, что вы действительно счастливы, то им желание останется, кроме как смириться и принять, что это ваша жизнь, и только вам решать, что делать с ней. Возможно и другая ситуация, при которой родители не пускают вас и выступают против вашего счастья, потому что как-то свои интересы продвигают по отношению к вам. И в этом случае можно говорить о том, что они в любом случае не смирятся с тем, что вы делаете. Но они же всегда будут на вас давить, чтобы вы в итоге делали так, как хотят они. И вы никогда не будете счастливы, потому что вы все время будете делать то, что говорят вам они. Да, они близкие люди, но все же другие. А вам само нужно решать, как делать, как поступать, учиться нести ответственность за свои поступки самостоятельно, за свои решения самостоятельно. Это взрослая жизнь. И вам нужно ответить на вопрос, почему вы не можете пойти против них. С учетом всего того, что я сказал. И принять решение. Молодой человек не будет ждать вас вечно. Молодой человек пока верит в вас. Верит в ваши отношения. Если вы верите ему, если вы в него не сомневаетесь, идите на встречу своему счастью. Родители рано или поздно это оценят. И это сомнение есть, конечно не стоит, но вам нужно четко понимать, почему вы этого не делаете. В противном случае будете жалеть, жалеть может быть всю жизнь и у вас могут из-за этого начаться большие проблемы. В плане психологических состояний я имею в виду. И поверьте, это не есть хорошо для вас. Ну-ка, наконец-то съедите вы в чужой город. Попробуйте позднить молодым человеком. Вы сами уже взрослые. А попробуйте позднить с человеком. Если не понравится, сюда можете вернуться. Родители, я уверен, вас примут. Ну, поругаются, плохо. Воршебно примут. Они просто боятся, что вы еще не до конца взрослый человек. И вы никогда не докажете им, что это не так, если не будете совершать что-то против их воли. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!